Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы продолжим разговор о книге «Деяний святых апостолов» и обратимся ко второй главе. Вторая глава – одна из наиболее известных. Она включает в себя рассказ о Пятидесятнице и проповедь апостола Петра в день Пятидесятницы и еще некоторые сведения о том, как дальше развиваются события. Евангелист упомянул в предыдущей главе о 11 апостолах, число которых дополнено до 12, о 120 братьях, включая 12, которые собраны или собираются регулярно в некоем месте вокруг Марии, Матери Иисуса и ожидают, в сошествии Духа Святого, ожидают исполнения того, что Бог обещал им, что обещал им Отец Небесный. Да, вот Господь при Вознесении говорит, вы не отлучайтесь от Иерусалима, но ждите обещанного. Вот, собственно, ждут они обещанное. Ждут около 10 дней. По той хронологии, которую здесь выстраивает Евангелист Лука, Вознесение происходит на 40-й день и, соответственно, Пятидесятница через 10 дней после Пасхи. Трудно, впрочем, сказать, имеет ли он в виду Иудейскую Пасху, которая в тот год Бебу Вели и День Тая Субботы была в субботу. Имеет ли он в виду Христианскую Пасху, поскольку пишет после Нерона, или какую-то еще дату, трудно сказать. Поэтому он говорит о празднике, а не о количестве дней, прошедших от какого-то момента. Дня Пятидесятницы. Пятидесятница – день, когда, в общем, вспоминается дарование закона, дарование Синайского закона, 10 заповедей. Праздник, посвященный изначально вот тому факту, что Бог дал своему народу 10 заповедей. Ну и смысл и содержание праздника, в первую очередь, конечно, в том, чтобы вспомнить эти 10 заповедей, исправить в своей жизни все то, что еще не соответствует этим 10 заповедям. День дарования закона. Ну, обычно толкователи, особенно средневековые, на этом основании увлеченно говорят о том, что некий закон теперь здесь дается тоже христианам, по аналогии с тем законом, который был дан на горе Синай, Моисею, Израилю. Ну, в общем, это, конечно, натяжка. Потому что потом Павел будет очень биться с таким пониманием, потому что на самом деле дарование духа – это не столько написание закона на платежных скрижалях сердца, сколько изменение жизни, другой источник жизни открывается. И вот евангелист пишет, что когда этот день настал, Пятидесятницы, апостолы были вместе, как и в предыдущие дни. И вот происходит некое удивительное событие. шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра. И евангелист пишет, что этот шум наполнил весь дом, где находились апостолы. Но судя по реакции людей, окружающих, да, он был слышен далеко за пределами этого дома. Им явились… им, имеется в виду апостолам, разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждому из них. Такой вот знак, который сами апостолы над собой не видят, зато видят над другими. Вот эти огненные языки, которые каким-то образом материализовались, так сказать, из воздуха. Речь идет о том, что они исполнились Духа Святого. И большой ошибкой было бы думать, каким образом происходит это наполнение. Какова природа этих языков пламени. Был ли это пламень прямо такой, что вот можно было разжечь очаг, или это было некое сияние, и как это связано с действием Духа, и все, что происходит с апостолами. Люди страшно любят интересоваться подобного рода вещами. И это все по большому счету абсолютно не важно. Абсолютно. Вот некоторые видения, которые так Лука описал, они увидели почти физически действия Духа в каждом из этих людей. Действия, которые что, собственно, меняет, что производит это исполнение Духом Святым. Они начали говорить на иных языках, и как дальше будет написано, они нашими языками говорят о великих делах Божьих. Стало быть, апостолы, собственно, начинают делать то, что им Христос и повелел. Свидетельствовать о Боге и славить Бога. И делают это каким-то таким удивительным образом, что представители самых разных народов слышат и понимают, о чем идет речь. Слышат и понимают. Народ, окружающий апостолу, приходит в смятение, потому что оказывается, что совершенно разные люди, парфяне, медяне, жители Фриги, Понта, Египта и так далее, слышат их говорящими их наречиями. Теологи любят задаваться вопросом, в ком было чудо. В апостолах или в тех, кто их слышал? Почему так получилось, что все, гораздо больше, чем 12, люди слышали их говорящими их языками? Потому что апостолов-то было 12, и они не могли одновременно говорить на нескольких языках. И снова здесь, по большому счету, для Луки, который не был очевидцем этих событий, для него важно, что они говорят. Что они славят Бога, говорят о великих и славных делах Божьих. Вот это он хочет сообщить читателю. А как это так вышло? Действительно ли 12 заговорили на фригийском, парфянском, латыни и так далее? Или все эти люди, вдруг услышав незнакомую иудейскую речь, по интонации, по взгляду апостолов, поняли, что происходит, сказать трудно. Заметьте только, что Лука, будучи большим реалистом, он говорит о том, что люди-то эти все собрались на праздник, на день Пятидесятницы. И, собственно, иудеи и празелиты – это люди, которые либо относятся к иудеям, и они будут понимать арамейский, худо или бедно. Но будут. И это празелиты, которые тоже, ну, хоть что-то должны понимать по-арамейски. И поэтому вот это прославление, радость, свидетельство апостолов о великих делах божьих не должно для этих людей звучать, как для нас с вами суахили, или язык раратонга, понимаете, слышу, но не понимаю. Нет, не совсем так. Евангелист на самом деле говорит о том, что эти все люди из разных частей мира, которые пусть плохо, но в состоянии понять арамейский, вот вдруг слышат его как родной, слышат в этой хвале что-то невероятно близкое, что-то такое, что для любого человеческого сердца находит отклик и как бы ключ в замочную скважину входит и заполняет какую-то страшную общую нам все внутреннюю пустоту. Вот любят разные живописцы, христиане в том числе, изобразить, что там Петр говорит в этот момент по-якутски, Иоанн по, не знаю, там, французски, а кто-нибудь еще там, Филипп, по-украински. Ну вот, не похоже, что Лука это имеет в виду. Нет. Он говорит о том, что это слово апостолов, это их молитва, это их хвала воспринимается как нечто абсолютно родное, в чем ты был всегда, что дремало в твоем сердце, в твоем мозгу, в твоей жизни, и вот, наконец, пробудилась эта хвала Богу. Ну и, конечно, это же не может пройти просто так. Обязательно находятся и хидные скептики, быть может, из фрисеев, хотя точно неизвестно, которые говорят, что они просто пьяные. Они так веселятся, так радуются, это потому, что они напили сладкого вина. Ну, странное, конечно, утверждение. Насколько можно судить по ответу Петра, это не было привычной практикой иудеев, поэтому он говорит, ну, какие пьяные времени вон третий час дня, значит, по-нашему, около девяти утра. Так не бывает. Ну, мы-то знаем, что еще как бывает, что вполне может, могут масса людей в девять утра уже быть в дым. Но для Иерусалима того времени это как-то прям ненормально, тем более день Пятидесятницы. Нет, дело не в этом, Петр говорит, они не пьяны, как вы думаете, но это то, что было предречено пророком Иоилем и приводит, соответственно, пророчество Иоиля «Излию от духа моего на всякую плоть». Иоиль в этом своем пророчестве говорит о том, что Бог в последние дни, в последние времена, вернее, даст дар пророчества юношам, старцам, девам, рабыням, рабам, вот на всякую плоть. И все будут, что, собственно, пророчествовать в смысле обличать грехи Израиля? Ну, скорее, нет. Или пророчествовать в смысле говорить, что в чемпионате мира победит, не знаю, кто там не победит никогда, Антарктида, да, тоже нет. Речь идет о хвале, о том, что вот Бог явит чудеса, и все эти люди, упоминаемые Иоилем, наполнятся духом и будут пребывать в общении с Богом и в благодарении. Так читаем это пророчество Иоиля мы, а для Луки в деяниях, может быть, вообще важнее нечто совершенно другое. В 21 стихе он говорит о том, что вот пророчествует Иоиль, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Не в том дело, что все непременно начинают пророчествовать, или Бог там изливает дары говорения языками или еще какие-нибудь экстраординарные духовные дары на всех. Нет, не в этом дело. А в том, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Вот чем характеризуется этот день. Вот что начинается, вот что является целью и задачей свидетельства апостолов, когда они говорят о великих делах Божьих. Теперь, вот с этого момента, всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Страшно неудобные слова. христиане, дай им волю, вычеркнули бы их, конечно, и отсюда, и из Иоиля. Потому что, как это так? Всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Да, надо же еще исполнить 49 тысяч правил и разных требований. Понимаете? Мы склонны очень ограничивать, так сказать, путь к спасению и обусловить его разными человеческими нюансами, выдуманными. А Слово Божие говорит прямо всякий, кто призовет имя Господне, то есть, кто скажет Иисус, ты мой Бог. Вот, собственно, что значит призвать имя Господне. Спасется, потому что он будет услышан Господом Иисусом. И вот Петр проповедует в этот момент и говорит мужи израильские, вот слушайте, вот был Иисус Назарей, Бог засвидетельствовал о нем чудесами, которые он совершил через него, да это вы и сами все знаете, и вот вы его взяли и пригвоздив руками беззаконных убили, вы отвергли его, убили его, но Бог воскресил его, Бог его воскресил, вернул к жизни, оставил от мертвых, и это произошло без, ну, как бы, Петр об этом, собственно, не упоминает, но очевидно, без какого-либо постороннего участия, без пророка, который бы это делал, Бог сам воскресил его из мертвых. Расторгнув фузы смерти, и потрясающая вот здесь мысль в 24 стихе, потому что смерти невозможно было удержать его. То есть, Петр говорит о том, что хоть вы и не сумели признать, принять его в качестве мессии, но Бог дал ему такую вот через край бьющую, преизобилующую жизнь, что даже смерть не могла его удержать, и он тем самым Бог воскресил его из мертвых. Петр ссылается, по-видимому, на более известные его слушателям цитаты, не единственные, не самые яркие веткам за эти о воскресении, но тем не менее, по-видимому, хорошо известные. Вот он говорит, что Давид, воспевая, говорит, ты не оставишь души моей во аде, и не дашь святому твоему видит тление. Логика Петра, как нам об этом рассказывает евангелист Лука, такая, что раз Давид это произносит, значит, это некое пророчество, исходящее от Бога, но поскольку сам Давид умер и погребен, и вот могила его среди нас, значит, речь идет о том, кто будет потомкам Давида, кого Бог посадит на престол Давида в Иерусалиме. И заканчивает Петр снова повторением того, что вот этого Иисуса Бог и воскресил, и мы видели, мы свидетели этому. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Бог сделал спасителем Израиля, царем Израиля, Господом и Христом, того самого Иисуса, которого вы распяли, говорит Петр, ну, в общем, распределяя на своих слушателей некий феномен коллективной ответственности. хотя и несколько спорной, но тем не менее Лука свидетельствует о том, что это сработало, и люди говорят, так, мы не узнали и убили его, какой ужас, а мы даже не знали, что это происходит, допустим, нас не было два месяца назад в Иерусалиме на Пасху. Но какой ужас, что же нам теперь делать? Что нам делать, мужи, братья? И вот Петр говорит им, покайтесь, докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа и получите дар Святого Духа. Покайтесь, переверните ваши мысли на 180 градусов. Перестаньте думать, вероятно, это было одним из важнейших пунктов, что Мессия обязательно должен быть триумфатором. Поймите, что вот Бог соглашается, идет на то, чтобы его Сын, Спаситель мира, был убит и все же воскрешает его. И пусть каждый крестится во имя Иисуса Христа. Совсем не такая простая формулировка. Да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа. Что это значит? Во имя. Что собственно имеется в виду? Во-первых, скорее всего, это аллюзия на ветхозаветные тексты о Доме Божьем, над которым наречено имя Бога. Или над чем-то еще, как над Израилем, над Иерусалимом, наречено имя Бога, которое обозначает принадлежность. Докрестится каждый из вас, то есть, доомоется каждый из вас в знак принадлежности Иисусу, в знак того, что вы у Него просите прощения грехов и в Его Царство входите и получите дар Святого Духа. Петр при этом упоминает, что ну, в общем-то, вам принадлежит обетование. Бог для того и послал Сына Своего Иисуса, чтобы это обетование вам дать. В заключении еще две важные вещи. Во-первых, в 42-м стихе коротко говорится о том, а как была устроена жизнь тех тысяч людей, которые присоединились в дни Пятидесятницы. Они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Вот, по-видимому, три основных компонента что характеризует христианскую жизнь в первые эти дни в учении апостолов, ну, в наши дни, для нас с вами есть Евангелие, в общении и преломлении хлеба, то есть таинства благодарственной молитвы и разделения пищи и в молитвах, и в молитвах, в диалоге с Богом, в том, что люди к нему обращаются. Вот, это, по-видимому, то, что приходит в жизнь этих людей и делает ее присутствием Духа Святого. Но не только это. апостол скорее с изумлением, как некоторый удивительный факт, а не как пример для подражения, как ни странно, с некоторым изумлением говорит о том, что все верующие были вместе и имели все общее. Если у чего какая была собственность у кого, они это дело все продавали и приносили деньги к ногам апостолов, те, значит, вот, что-то с этими деньгами делали, и поэтому христиане единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Значит, вот они ходили в храм молиться и по домам преломляли хлеб, благодаря Бога за Него. И вот эта общность всего, то, что люди, у которых есть собственность, ее продают, чтобы помочь прокормиться тем, у кого нет этой собственности. Обычно исследователи думают, что это, конечно, признак ожидания близкого конца времен, признак того, что христиане думают, что ну, что нам эта собственность, когда вот уже не наше дело знать времена и сроки, но скоро-скоро. Может быть, кто-то из них, когда через несколько лет настанет голод в Иерусалиме не задумывается на эту тему, достаточно ли все это было правильно. Однако, тем не менее, вот здесь Лука говорит об этом как о вещи, ну, если не само собой разумеющиеся, то вполне естественной, достаточно естественной. Общность имущества такой вот раннеапостольский, раннехристианский коммунизм, который, впрочем, продержится очень недолго и продержится до тех пор, пока христиане будут в Иерусалиме только, а потом попытки сохранить это дело для христиан Иерусалима, ну, в общем, повлекут за собой необходимость других христианских общин помогать им, когда вдруг окажется, что в Иерусалиме голод, собственность уже всю продали и сдали деньги, и что теперь делать? помните, когда Павел будет письма рассылать по всем своим общинам в Греции, в Малой Азии и просить, умолять, чтобы собрали какую-то помощь в Иерусалим, ну, они не богаче этих иерусалимских, одним словом, коротко, вот этот рассказ 43-го по 47-й стих, необязательно воспринимать как ценное руководящее указание. На тот момент в Иерусалиме вот да, это было так. Должно ли так быть у христиан всегда? Скорее, нет, чем да. И не следовало ли более внимательно планировать, так сказать, да, не на такую краткосрочную перспективу? Не следовало ли услышать слова Христа, не ваше дело знать времена и сроки? Ну, вот, непростой вопрос. Мы дальше увидим, что он по-прежнему будет не только здесь, во второй главе, но и дальше будет составлять некую трудность для христиан Иерусалима. Иерусалима.